27 шуртрекистов, 35 лыжников, 39 керлингистов и 100 хоккеистов. Такой состав накануне принял Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр. К тренировкам юные спортсмены приступили сразу же. Два раза в день по два часа лыжники устраивают гонки по территории Олимпийского парка. Если для сочинской команды эта трасса более-менее знакома, то вот гости из Чувашии не только занимаются спортом, но и получают массу впечатлений. Домашние задания здесь не задают. Это для нас огромный плюс, потому что у нас здесь будет столько много мероприятий. Вчера мы уже сходили на хоккей. Там побывали, там было очень весело, такая атмосфера была. Еще мы катались в Олимпийском парке, там очень весело. Вчера мы проводили там первую тренировку бегом. На роллерах мы здесь катаемся. Нам здесь очень нравится. Впервые за полгода центр встретил команду по керлингу. У представителей этого вида спорта прибыли из Татарстана, Иркутска и Москвы. Посещение зала аэробики в программу тренировок обычно не входит. Тем не менее, велосипеды и дорожки для бега только дополнят комплекс занятий на выносливость. Пока керлингисты крутят педали, команды по хоккею орудуют клюшками. На поле встретились юниорский состав «Спартака» из Йошкар-Олы и девушек из Екатеринбурга. На этот раз шайбу разыгрывать не будут. У спортсменов только тренировки. Зато участники шестой смены смогут понаблюдать за играми более опытных команд. Во время смены у нас пройдут международные соревнования по «Золотая шайба». И самый-самый интересный турнир – это с 21 до 28 числа пройдет турнир. Первый кубок Евразии по хоккею среди ребят 2003 года – «Хоккейная сказка». Приедут самые лучшие команды из России, сборная Казахстана, Киргизии, Белоруссии. Приедут даже ребята из Латвии. 200 спортсменов, входящие в состав шестой смены, пробудут на курорте до 24 декабря. Следующую партию юных чемпионов Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр будет встречать в январе. В связи с праздниками дата заезда сместится на несколько дней.